В интернете много информации о вреде наркотиков, но она вся однообразна. Ее можно сравнить с надписями на пачке сигарет. Все знают, что наркотики убивают, но некоторые все равно продолжают употреблять. По словам врачей, избавиться от зависимости теоретически можно, но для этого нужна огромная сила воли. Но что делать тем, кто безвозвратно пристрастился к смерти? Кабинет заместительной терапии находится в городе Бресте по улице Красногвардейская. Здесь пристрастившимся к наркотикам людям врачи оказывают всестороннюю помощь и поддержку. Ведь очень тяжело отказаться от пагубной привычки в одиночку, особенно когда рядом нет человека, который может сказать вовремя «стоп». Они не могут физически. Это очень сильное состояние отмены. Это потливость, это ломота в теле, в суставах, в мышцах. Это полное нарушение сна. Очень тяжелое расстройство сна. Не уснуть, не заснуть, потом не проснуться нормально. Это чрезмерное потоотделение. Рина течения, слеза течения. Пациент просто физически не может жить. Его всего ломает. Ему нужно для того, чтобы иметь возможность выйти из этого состояния, ему нужна поддерживающая терапия. Для этого и существует кабинет. Не всем и не всегда удается найти общий язык с наркоманом. Именно поэтому так важно, чтобы с таким человеком работал специалист. Это сложный контингент пациентов. Их трудно воспринимать как нормальных, здоровых, обычных людей. Потому что, во-первых, у них у всех очень специфический разговор. Для того, чтобы уметь с ними разговаривать, нужно прям знать все организмы и чуть ли не ту речь, на которой общаются в тюрьме. Это достаточно трудно. С пациентами трудно выстраивать доверительные отношения, а важно, чтобы были именно они. Потому что, чем больше строгих рамок, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, тем больше косяков. Правда. И это реальные косяки, то есть это даже не нарушения. Это косяки. Это сопутствующие употребления, это пьяные на программе, это госпитализация в связи с передозом и прочее, прочее, прочее. Помочь справиться с наркозависимостью можно не всем, но зато есть возможность предложить другой выход. Так называемая заместительная терапия. Это когда наркозависимому врач предлагает дозу наркотического вещества в сутки. Но это не тот смертельный яд, который продают на улицах. Это чистая формула, которая минимизирует побочные эффекты. То, что пациенты имеют, к чему имеют доступ на улице, это все уличные наркотики. И, как правило, среди наших пациентов чаще всего фигурируют метадон, мифедрон и прочие смеси, химические, различные. Говорить об их чистоте не может вообще никто, даже те, кто их делает. Говорить о возможных побочных эффектах, которые будут, не может никто. Говорить об эффекте обезболивания не может никто. В нашем кабинете препараты чистые. Их два. Метадон в виде сиропа и попринорфин, в виде сублиновальных таблеток подъязычных. Пациенты получают определенную дозировку, которая контролируется мной, врачом. И основывается, ну, назначение делается, исходя из их соматического состояния, из их жалоб. Иногда бывает такое, что к дозировке они привыкают, но нужно чуть больше. То есть мы можем чуть ли не ежедневно менять дозировку в зависимости от состояния пациента, предъявляемых жалоб. Они приходят в кабинет каждый день. Выходные, праздники, всегда, каждый день. Утром выпивают свою дозировку. У них наступает эффект обезболивания. У кого-то, кто-то описывает это как легкую эйфорию, да. Они получают, как инсулин, заместительная терапия. Им без этого достаточно трудно жить. Они получили свою нужную дозу и пошли дальше заниматься своей жизнью. Для многих наркозависимых это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Благодаря такой заместительной терапии пациенты могут полноценно работать, заниматься спортом, вести совершенно обычный образ жизни. Перенимая препарат, наркозависимые воспринимают его как лекарство, что позволяет создать ощущение, что они лечатся. Наша героиня, назовем ее условно Наталья, пристрастилась к наркотикам еще в начале 2000-х и не понаслышке знает, что такое зависимость и готова рассказать съемочной группе Буктовой о том, что ей пришлось пережить. Мой муж кололся до свадьбы 10 лет. Я просто тогда не понимала, что это такая проблема. Что, как бы, ну, никто не знал. У нас же наркотиков не было с проституцией, правильно? И никто ничего не знал. Поэтому, если бы вот сейчас, я бы никогда в жизни замуж не вышла с наркомана. То есть, и, может быть, жила бы иначе, а так. Также Наталья поделилась с тем, насколько ей помогает чистый наркотик метадон, который принимает наркозависимое в качестве заместительной терапии. Мне легко еще, как бы, вот с метадоном. Я вообще смотрю очень спокойно на маг и на наркоманов. Мне все равно. Тяжело синтетическим отказаться. Вот им тяжело. Но они очень умирают быстро, потому что вот, ну, крыша съезжает у них. То есть, им тяжело. А вот кто, вот, как маковый наркоман, допустим, как я, то легко. Я там, может, месяца два покололась еще, пока походила. Ну вот. А потом все уже, ну, как бы, я уже хожу восьмой год. И нормально у меня все. По словам Натальи, в прошлом она мастер спорта по спортивной гимнастике и строила большие планы на будущее, мечтала о карьере. Но в один прекрасный момент попала в аварию. Машина, в которую она ехала вместе с родителями, упала с моста. О планах о спортивной карьере можно было забыть. И все мечты разрушились. Появилась зависимость. Сейчас ей уже 50 лет. И 20 из них она находится в плену наркотиков. Получается, что это единственный выход для таких людей. Когда-то оступившись, оказавшись на грани, они потеряли надежду на нормальную жизнь. Но благодаря психологам и врачам наркологического диспансера у них теперь есть надежда.